Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжается прямой эфир программы Доброй Раницы в Беларуси. Несколько дней назад национальная авиакомпания Белавия изменила правила и нормы провоза багажа. И сейчас в компании начальника отдела рекламы и коммуникации Ольги Герасенко и начальника отдела тарифов Елены Древицкой мы разберемся во всех новинках. Очень уж постараемся. Доброе утро! Доброе утро, девочки. Очень рады вас видеть. Ну, давайте начнем с самого главного, пожалуй, действительно главный вопрос. С чем связаны эти изменения? Компания Белавия стала хорошо жить? Авиакомпания Белавия в первую очередь заботится о том, чтобы нашим пассажирам было хорошо жить, в частности, очень хорошо путешествовать. Поэтому мы постоянно проводим маркетинговые исследования рынка, смотрим, как наши в первую очередь авиакомпании, партнеры, какие нормы вводят, как будет удобнее пассажиру. И развивая особенно транзитный поток в нашей авиакомпании, мы заботимся о том, чтобы пассажир, когда летает нами, далее пересаживается на авиакомпанию партнера, чтобы ему было комфортно перевозить багаж. Так, ранее у нас была весовая концепция, которая подразумевала определенное количество килограмм багажа. А на данный момент мы как раз-таки переняли опыт у европейских авиакомпаний, авиакомпаний и партнеров, где подразумевается штучная концепция багажа. То есть у них уже можно провозить багаж такого веса, да? Да, у них уже давно можно было провозить именно, так скажем, чуть больше веса, но только одну штуку багажа. Я просто хочу это озвучить. Если мы путешествуем эконом-классом, то раньше мы могли брать с собой чемодан, который весит 20 килограммов, то сейчас 23, правда? Да, все верно. Вот я давно хотел вставить глаза девушки, которая отвечает за тарифы в каждом плане, вот сегодня я имею в виду возможность посмотреть. Елена, Леночка, расскажите, пожалуйста, о новых тарифах, о том, сколько можно провозить, чего и как. Так. Нынешние нормы перевоза багажа в экономическом классе, правильно, как вы отметили, увеличены до 23 килограммов. Но это должна быть одна штука, один чемодан, одна сумка, одна коробка, что угодно, но одно. И вписываться в определенные параметры. То есть по сумме трех измерений не должно превышать 115 сантиметров. Понятно. Это для экономического класса обслуживания. Для пассажиров, путешествующих в бизнес-классе, мы пошли еще более, стали более лояльными, то есть это две штуки и весом до 32 килограммов каждая. Ничего себе. То есть 64 килограмма в сумме, да, это достаточно много, правда? Хорошо, а если эконом-класс, но случайно получилось больше взять вещей и удачный случился шутинг? Лишнее платье кого-то положили в чемоданчик. Да, это что, нужно докупать дополнительное место, либо что делать? Да, нужно будет оплачивать дополнительно. И здесь, будь то дополнительная штука багажа, будь то перевес, то есть выходящий за рамки 23 килограммов, либо за определенные параметры, нужно будет доплатить... А вот сколько стоит лишний килограмм? Килограмм, сейчас в килограммах это не будет считаться, то есть это может быть еще один чемодан до 23 килограммов, неважно, там 5 в нем будет по факту или 23, есть смысл набить полный, да, до 23, если мы говорим про экономический класс обслуживания. И это будет оплачиваться по ставке, установленной в эквиваленте 50 евро. То есть плюс 50 евро и берешь еще один чемодан с собой. Да, все верно. То есть, получается, если у вас перевес хотя бы на один килограмм, есть смысл брать уже не один, а 23, да? Да. Но зачастую выясняется, что у тебя перевес на один килограмм, знаешь где? Когда ты уже сдаешь багаж. Так в аэропорту это все и оплачивается, в общем-то. Понятно, то есть уже поздно бежать куда-то и что-то докупать, кладывать. Что-то изменилось с ручной кладью? Ручная кладь осталась по-прежнему, 8 килограммов для экономического класса обслуживания и 12 для бизнес-класса. Хорошо, вот просто и легко людям, которые путешествуют либо в одиночку, либо со своей второй половинкой, либо просто вот в компании, но есть же детишки прекрасные. И когда родители собираются, нужно и то, и это, и пятое, и десятое всю квартиру с собой забрать, какие правила провоза багажа для них? Те же самые, либо есть какие-то поблажки? Для детей в возрасте от 2 до 12 лет действует та же норма, что и на взрослого пассажира, в зависимости от тарифа, оплаченного в экономическом или бизнес-классе обслуживания. Для детей-младенцев, как они называются в авиации, от 0 до 2 лет действует уменьшенная норма. Это 10 килограммов, одна единица, опять же, багажа. Но дополнительно, как и прежде, можно провести коляску, переноску, автомобильное кресло, на выбор одно что-то из этого. Скажите мне, пожалуйста, Лен, откуда взялась цифра 50 евро? Почему стоит не 40, не 30, не 100, а вот почему дополнительное место стоит 50 евро? Расскажите. Я, наверное, отвечу на данный вопрос. Как мы вначале говорили, мы в первую очередь, определяя какое-то введение новое, мы делаем маркетинговые исследования рынка и смотрим, так как это уже было внедрено в авиакомпаниях партнеров, мы смотрим, какая технология внедрения и какие условия были. И, соответственно, проведя маркетинговые исследования рынка, мы увидели, что 50 евро – это наиболее усредненная, наиболее адекватная стоимость за такой сервис. То есть просто неболезненно будете с ними расстаться. Если ты уже набирал вещей где-то на шопинге, то уже и продолжай это делать, бери с собой свой второй чемодан. Хорошо. Но мне кажется, вопросов нет. Я хочу единственное сказать, что нам очень приятно всегда вас видеть и нравится, когда Беларе проводят акции и распродают билеты. Поэтому я обращаюсь к человеку, который отвечает за тарифы. Почаще придумывайте. Как только намекаешь, может быть, вы нам раскроете тайну и секрет, когда будет следующая такая прекрасная акция? Мы работаем над этим. Но почему? Сегодня следите после обеда. У нас есть традиционная акция, которую мы радуем участников программы лояльности «Белавиа Лидер». И, возможно, после обеда сегодня будет для них какой-то сюрприз. Просто что нужно сделать? Девчонки поделились за кадром. Нужно подписываться везде на них в соцсети. И будем знать все новости. Спасибо вам большое. Очень здорово, что вы нам все так точно и подробно рассказали. С удовольствием еще раз представим наших гостей. В компании сегодня утром мы находились начальник отдела рекламы и коммуникации Ольги.